Шум моторов, треск разбитого стекла, люди в балаклавах и стычки с полицейскими. Это не фабула боевика, а история ночных гонок в Ривне. Всё происходило в одном из городских районов на парковке торгового центра. Его давно облюбовали местные дрифтеры. Почему до сих пор их фиражи оставались без внимания патрульных, несмотря на жалобы местных жителей, обо всём подробнее расскажет Снежана Сидорук. Вот они, ночные развлечения ривненских дрифтеров. И по будням, и в выходные парковка одного из торговых центров превращается в площадку для гонок. Жители домов по соседству жалуются. Очень устали от рёва моторов и визга колёс. Даже без глушителя гонять невозможно. А тут же в основном в будинке одни пенсионеры. А хотят при цём, это самое, при такой погоде векна пооткрывают, балконы пооткрывают. И чтоб свежее повитро нашло, хоть поспать нормально. Суббота, 11 августа, на парковке у торгового центра, кроме гонщиков, жители ближайших домов. Просят дрифтеров не шуметь. Полиция берёт территорию в оцепление. Сначала всё мирно, но тут на парковку прорывается бус. Несколько виражей, и полиция бросается, чтобы остановить дрифтера. Тот таранит полицейский Приус и продолжает движение, катая на капоте копа. Того, что произошло далее, не ожидал никто. На парковке появляются неизвестные. В балаклавах их около сотни. Почали просто-напросто разбивать эти машины. Те, кто начали ехать с парковки, их нас догоняли. Водители не могли выехать через то, что патруль нас стояла, заблокировали. Кто эти люди, до сих пор неизвестным ни дрифтерам, ни полицейским. Парни в балаклавах битыми разбили два припаркованных автомобиля, рассказывают очевидцы. Постраждали автомобили людей, которые вообще не имеют отношения ни к дрифту, ни к нелегальным соревнованиям, сборах. У Копов тоже потери. Два разбитых Приуса и трое травмированных патрульных. У нас есть одна затриманная особа, которая выполнила опору работникам полиции, которая пошкодила, протаранила полицейские авто. В соответствии, что до него порушено криминальное проведение, погроза или насильство работнику правоохранного органа. Также в результате этих всех действий был складен не один админматериал. Гонки незаконные, напоминают дрифтерам полиции и обещают. Таких ситуаций не было бы, если бы у Гонщиков была площадка для тренировок, сетует менеджер автоспортивной команды. Мы до местной власти пришли, попросили посприяти, даже не выделить майданчик, а посприяти, найти людей, которые готовы выделить, возможно, свои коммерческие парковки, для того, чтобы на 2-3 часа в неделю, в какой-то определенный час, могли люди прийти, позаниматься дрифтом, слаломом. Но пока специальной треки для гонок нет, и местные жители надеются, что полиция все же образует экстремалов. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Ривны.